Добрый вечер! Вы на портале sevgiga.ru, меня зовут Константин, и мы продолжаем готовиться к экзамену по математике. Сегодня у нас планиметрия, а именно задачки на прямоугольном треугольнике. Итак, давайте начнем. Первые две задачки. В треугольнике АВС угол С прямой, ВС равен 8, синус А равен 0,4. Найдите АВ. Итак, как обычно, сначала решаем сами. Пишем свои, надеюсь, правильные ответы в комментарии. Если будут какие-то струднения, начнем решать вместе. Так, я прошу прощения, во второй задачи опечатка. Тут надо найти не АВ, а АС. Да, действительно, 20. Ну, видим, что задачка достаточно тривиальная. Нарисуем наш прямоугольный треугольник. Сказано, что угол С прямой. И синус А равен 0,4. Что есть синус? Синус нашего угла А это отношение противолежащего катета к гипотенуде. То есть, ВС разделить на АВ. Из этого следует, что АВ равняется ВС разделить на синус данного угла. Что есть 8 разделить на 0,4 и равняется 20. Во втором 33 это гипотенуза. А нужно катет найти. Сразу предупреждаю, не пугайтесь ни целых ответов. Да, что-то похоже. Полина, Алексеев, молодцы. Так, ну, начало абсолютно то же самое, что и в предыдущей задаче. Точно так же строим наш треугольник АВС с углом прямом, с прямым углом С, углом прямом. Точно так же синус А. Это есть отношение гипотенузы АВ, ой, катет от ВС, прошу прощения, к гипотенузе АВ. Отсюда мы можем найти гипотенузу. Точно так же АВ у нас равно ВС разделить на синус А. Что есть 12 разделить на 4 одиннадцатых, или же 33. Итак, гипотенузу мы нашли. А теперь, зная гипотенузу и катет, нам не составляет никакого труда найти второй катет. Мы знаем, что АС в квадрате плюс ВС в квадрате равняется АВ в квадрате по теориям Пифагора. Из этого АС есть корень из АВ в квадрате минус ВС в квадрате. 33 в квадрате. Быстренько как это возвести? Это 30 плюс 3, все в квадрате. Это 900 плюс 180, их удвоенное произведение, плюс 9. Есть 1089. Это у нас корень из 1089 минус 12 в квадрате 144. Так, с вашего позволения я уйду немножко наверх, ибо не хватает места. И это корень из 9 из 145. Но мы видим, что это делится на 9, поэтому тройку можно вынести, чтобы ответ был немножко красивее. И это будет 3 корня из 105. Итак, ответ 3 корня из 105. Ну или корни из 945. По этим двум задачам вопросы у кого-нибудь есть? Вот и славно. Идем дальше. В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов. АС равно 20, тангенс А равен 0,5. Найдите ВС. А если дан косинус, то абсолютно то же самое, но только если... Ну, давайте на вот этом треугольнике разберемся. Если синус угла А есть отношение противолежащего катета к гипотенузе, то косинус угла А есть отношение прилежащего катета к гипотенузе. А в основном все абсолютно то же самое. То есть сразу можно сказать, что, например, вот в этой задаче, во второй, косинус угла А будет равен... Наша сторона АС, 3 корни из 105, разделить на... Чему там гипотенуза у нас получилась равна? На 33. То есть можно было аналогично, господи, изменить задачку и сказать, что, предположим, косинус такой-то и катет равен 3 корни из 105, найти гипотенузу. Задача аналогичная получается. Так, еще вопросы есть? Отлично. Тогда тоже простенькая задачка с тангенсом. Да, действительно, 10. Задачка полуустная на самом деле. Так сказать, разминочная. Ну да, все правильно. То есть, опять же, треугольник АВС, тангенс угла А. Функция тангенса у нас равна противолежащий катет, то бишь ВС разделить на прилежащий катет, на АС. Из этого следует, что ВС равен АС умножить на тангенс. Или же 20 умножить на 0,5. Что есть 10? Здесь, я думаю, вопросов не должно быть, да? Переходим к следующей. Катеты прямоугольного треугольника равны корню из 15 и 1. Найдите синус наименьшего угла этого треугольника. Да, правильно, 0,25. Честно сказать, не люблю десятичные дроби. Как-то всегда мне было приятнее работать с обыкновенными. Ну, это уже мои откровения, которые к задаче не имеют никакого отношения. Так, еще кто-нибудь получит верный ответ? Все. Правильных ответов все больше и больше. Ну, отлично. Ну, как всегда, практически любая геометрия начинается с рисунка. Даже обозначать, по сути, никак не надо. Катет один корень из 15. Второй катет единичка. Тогда, по теореме Пифагора, гипотенуза будет равняться корень из 15 плюс 1, что равняется 4. Тогда синус наименьшего угла у нас лежит против наименьшего катета. Хоть на рисунке это немножко не так, но наименьший катет у нас вот этот. Значит, ищем синус этого угла, который равен какой-то угол альфа. Противолежащий катет, то есть наименьший катет, разделить на гипотенузу. 1,4. Вопросы? Да какие тут вопросы уже решили все, я думаю. Это вот тоже такая задачка сложная, подобрать сложные задачки на решение прямоугольного треугольника. Ну ладно, продолжаем. Площадь прямоугольного треугольника равна 32 корня из 3. Один из острых углов равен 30 градусов. Найдите длину гипотенузы. Откуда взялось понятие синус? Это семантику самого слова рассказать или как? Так, просто у нас есть прямоугольный треугольник произвольный. Произвольный прямоугольный треугольник. Назовем его, допустим, АВС. И решили, что синусом угла, например, ну синусом какого-то определенного угла, мы будем называть отношение его противолежащего этому углу катета, то есть для угла А это катет СБ, к его гипотенузе. А косинусом этого угла отношение его прилежащего катета к гипотенузе. В тригонометрии немножко по-другому. Там в тригонометрии это все обобщается для произвольных углов. То есть если здесь у нас углы варьируются от 0 до 90 градусов, потому что мы работаем на прямоугольном треугольнике, то там все немножко по-другому. То есть если здесь мы просто берем отношение какого-либо катета к гипотенузе, то в тригонометрии там мы берем ординату точки, соответствующей углу на единичной окружности, если эти слова о чем-нибудь говорят. Ответ 16 мне нравится больше, чем 8 корней из двух. У кого еще какие варианты? Так, ну, давайте, что мы делаем? Для начала поймем, как мы вообще будем находить площадь. Площадь можно находить, если у нас, допустим, вот этот угол равен 30 градусов. Можно находить как произведение катета на гипотенузу и на синус этого угла, но это нам не особо много даст. Намного лучше здесь находить площадь, как полупроизведение катетов. То есть 1 вторая АС умножить на ЦБ равняется 32 корней из 3. Или же АС умножить на ЦБ равняется 64 корней из 3. Ну, можно делать как хочешь. Итак, дальше. Из того, что у нас один из углов равен 30 градусов, мы можем найти соотношение еще одной этих двух катетов, а именно через тангенс. То есть у нас тангенс 30 градусов. Это отношение противолежащего катета к прилежащему, то есть ВС разделить на АС. А тангенс 30 градусов у нас равен 1 делить на корень из 3. Таким образом, АС равняется корень из 3 ВС. Подставляем АС в уравнение для площади. И получаем, что корень из 3 ВС в квадрате равняется 64 корня из 3. Корень из 3 и корень из 3 благооблочно сокращаются, слава богу. И ВС равняется 8. Берем именно положительную восьмерку, потому что сторона отрицательной быть не может. Таким образом, мы нашли один из катетов. И теперь через катет и противолежащий ему угол мы можем найти гипотенузу. Так как синус 30 градусов равен как раз-таки ВС разделить на АВ. Из этого следует, что АВ равняется ВС разделить на синус 30 градусов. 8 разделить на 1 вторую. Это есть 16. Итак, правильный ответ 16. Вопросы есть? Только у Полины нет вопросов. Хорошо. Давайте тогда продолжим. Следующая задачка. Площадь прямоугольного треугольника равна 578 в корне из 3 натрия. Один из острых углов равен 30 градусам. Найдите длину катета, прилежащего к этому углу. Задачка похожая. Так. Еще один. Давайте вместе. Снова рисуем пресловутый треугольник АВС. Ну давайте по старинке угол С сделаем прямым. Мы будем консерваторами. Мы не любим перемен. Итак, аналогично. Найдем площадь как полупроизведение его катетов. 1 вторая АС умножить на ВС. Равняется. Причем предлагаю сразу корень из 3 и 3 сократить. 578 разделить на корень из 3. Конечно, везде учат избавляться от иррациональности в знаменателе, но избавляемся же мы только в ответе. А пока что можно этот корень из 3 в знаменателе поносить. Зато это выглядит нагляднее. Намного. Итак, АС умножить на ВС равняется... Сколько? 1156, если я ошибаюсь. Разделить на корень из 3. Итак, теперь снова через тангенс находим отношение катетов. 1 делить на корень из 3. Сразу же считаю тангенс из 30 градусов. Равняется ВС разделить на АС. Ну, какой нам угол новой катет надо выразить? АС. Его и будем выражать. Отсюда следует, что АС равняется чему? Так, один момент. ВС умножить на корень из 3. Ой, я же АС хотел выразить. ВС равняется АС разделить на корень из 3. Нам же найти нужно АС. Так что его и будем подставлять. Итак, подставляем выражение для площади. Получаем АС в квадрате. Разделить на корень из 3. Равняется 1156. Разделить на корень из 3. Корень из 3 на корень из 3 блоколупущенно сокращается. Теперь нам нужно извлечь из этого корень. Как нам извлечь из этого корень? Ну, смотрим. Во-первых, это явно больше 30 и меньше 40. Наш вот этот АС. Больше 30 и меньше 40. Теперь, последняя цифра это 6. Какие квадраты могут заканчиваться на шестерку? Это у нас либо 4, либо 6. Проверяем 34 и 36 и выясняем, что подходит 34. Получается, что АС равняется 34. Опять же, берем положительное значение, потому что отрицательная сторона быть не может. Катит, прилежащий к этому углу, это и есть АС. Получается, правильный ответ 34. Вопросы? Требует пояснение, почему АС меньше 40 и больше 30? Или это достаточно очевидный факт? Тогда давайте идем дальше. Точка H является основанием высоты, проведенной из вершины прямого угла B треугольника АВС к гипотенузе АС. Найдите АВ, если АН равно 6, а АС равно 24. Так, похоже на правду. Остальным эта задача дается или начинаем решать вместе? Давайте начнем решать вместе. То есть, если есть какие-то проблемы или вопросы, вы не стесняйтесь, пишите. А то я же не знаю, вы сидите и ждете, когда начнем решать, или решайте сами. Итак, давайте рисунок на этот раз немножко по-другому нарисуем. Положим наш треугольник на гипотенузу. Угол B прямой. АС. И опускаем в высоту BH. Итак. АH у нас равно 6. АС у нас равно 24. Так, ну давайте как-нибудь покрасивее нарисуем это. 24. Итак, из этого мы можем спокойно найти HC. HC у нас будет равно 18. У высоты есть одно замечательное свойство. На самом деле, из замечательных свойств у нее больше. Но нам сейчас пригодится то, что высота, опущенная из вершины прямого угла, равняется среднему геометрическому отрезков, на которые она делит гипотенузу. То есть, наше BH равняется корень из AH умножить на HC. Подставляем наши полученные значения. Это есть корень из 6 умножить на 18. 18 есть 6 умножить на 3. 6 выносим из-под корня. Это получается 6 корней из 3. Таким образом, мы нашли высоту. 6 корней из 3. Теперь вычисляем АВ. По теореме Пфагора. АВ у нас будет равно АН в квадрате, то есть 36, плюс BH в квадрате, то есть 36 умножить на 3. Это все равняется 36 умножить на 4. Даже не надо это перемножать. Просто выносим из-под корня. Получается 6 умножить на 2. Или же 12. Итак, правильный ответ. АВ равно 12. Вопросы по этой задаче есть? Алена, у вас? Отлично. Тогда переходим к следующей. Свойства для высоты. Высота, проведенная из вершины прямого угла, есть среднее геометрическое отрезков, на которые она делит гипотенузу. Вот оно записано. То есть наша BH, высота, есть корень из произведения вот этих вот двух отрезков. Зелененькое – это корень на красненькое умножить на синенькое. Если так понятнее. Так, шикарно. Идем дальше. Итак, найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катет и гипотенуза равны, соответственно, 12 и 13. Так, эта задачка, на самом деле, должна была быть пораньше. Куда-то она улетела далеко, ну да ладно. Называется еще одна. Так, ну 78 – это как-то слишком. Ответ 30 мне нравится намного больше. Треугольник с катетами 5, 12 и гипотенуза 13 вообще наизусть надо знать. Тут даже считать нечего, но все равно найдем еще один катет. Он будет равен корень из 13 в квадрате минус 12 в квадрате. Есть 169 минус 144. Корень из 25 равно 5. И тогда площадь его будет равна полупроизведения катетов, что есть 5 умножить на 12 или же 30. Муссенькая задачка под конец урока. Правильный ответ 30. Так, говорю, у вас какая-то проблема была? Сейчас вопросы есть? Отлично. Ну и тогда последнее на сегодня. В треугольнике ABC известно, что AC равно 14, BC равно корень из 165, угол C прямой. Найдите радиус описанной окружности вокруг этого треугольника. Ой, не знаю, я задачки на окружности очень люблю. Они все так приятно решаются. Там не нужно много больших вычислений. Так, Алексей, правильно. Игорь тоже. Полина. Все, подключились люди. Итак, снова чертим наш пресловутый прямой угольный треугольник. А, B, угол C прямой. Итак, нам сказано, что AC равно 14, BC равняется корень из 165. Что ж, давайте начнем, найдем гипотенузу. Гипотенуза данного треугольника находится под теоремой Пифагора. Как корень из 14 в квадрате 100... 100, 100, 100, 100, 100... 100 сколько, ну давайте. Память подводит. Плюс удвоенное произведение... 196, если не что. Да, 196. 196 плюс 165. И это есть корень из 361. Ну, опять же, заканчивается на единичку. Меньше 20, это либо 11, либо 19. Ну, очевидно, что это 19. Ну, а теперь самое главное. Как же найти радиус описанной окружности вокруг прямоугольного треугольника? Два занятия назад, когда мы проходили свойства фигур. Мы вместе с этим проходили свойства вписанных фигур. И доказали, что радиус, точнее, центр, описанный вокруг прямоугольного треугольника окружности, лежит на его гипотенузе, во-первых. А во-вторых, делит его гипотенузу пополам. У нас получается два радиуса ОА и ОБ. Таким образом, радиус, описанный вокруг прямоугольного треугольника окружности, равняется его гипотенуза делить на 2. Или же 19 вторых. Итак, вопросы? Итак, если вопросов нет, то на сегодня все. Следующая занятия состоится в среду в 16.00 по Москве. Очень сложная задача. Так как если бы она была на решение прямоугольных треугольников очень сложная задача, то я бы дал. Очень сложная задача у нас впереди, когда мы пройдем всю Б-часть. Итак, следующее занятие в Субб... Господи, какая суббота в среду, в 4 часа по Москве. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, чтобы не пропускать все занятия, и если что, их всегда восстановить. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы всегда быть в курсе актуального расписания. Так, всем спасибо за внимание. До свидания. Да, это профиль. Часть Б профильного уровня. Это хорошо или плохо? Что она достаточно легкая. Так, следующее занятие по расписанию. Это у нас, если я не ошибаюсь, площади фигур. Опять же, заходите в нашу группу, там всегда есть актуальное расписание и все темы на неделю. Свойства тел, углы и расстояния. Стереометрия. Да, это шестое задание. Откуда беру задачи? Либо с FIP, либо с решу ЕГЭ. Если хотите задачки посложнее, то советую заглянуть на AlexLarin. Там всегда выкладывают свежие варианты. Ну там часть C разбирают именно. Экономические параметры. C1, C3. Так, еще вопросы? Отлично. Тогда до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...